Мы действительно не верим, что есть какой-то один правильный метод, подход. Вот мы его сейчас вам расскажем, и, собственно, все случится. Все равно каждая ситуация с каждым ребенком, с каждым родителем, все мы разные и работают по-разному. Поэтому я поделюсь ключевыми наработками того, во что мы поверили, то, что в нашем опыте работает. А как дисклеймер, вы просто хотите проговорить, это не один правильный метод. Их бывает много работающих разных, правильных, эффективных. Просто у нас один из, с которым мы делаем. Предлагаю начинать. Первым делом я задам вам простой вопрос. Вам понадобится ручка, бумажка, и вы ручкой на бумажке напишите ответ на этот простой вопрос. Зачем это доминар? Что вы хотите здесь правду получить? Почему я про это говорю? Потому что в зависимости от того, на чем вы сфокусированы, такой результат вы скорее и получите. Поэтому задайте вопрос. Пройдет сейчас час, 45-50 минут, случится какая-то разница, вы что-то узнаете. Вот на какой вопрос вам бы хотелось больше всего получить ответ? Какое это будет открытие или знание? Не мне, для начала себе. И это знание для вас, потому что вебинар я буду вести так или иначе про ту тему, которую я уже обозначил. Вот как поддержать подростка, выбор профессии, как это для вас. Буквально 30 секунд подожду. Дам возможность записать ответ, потому что это правда важно. Еще буквально 15 секунд. Вот здесь таймер. Класс. Положите ручку и бумажку в сторону, для того, чтобы это было для вас каким-то фокусом, на который можно обращать внимание, если что. Так вот. Как поддержать подростка в выборе профессии? Это пять слов. И это не просто так пять слов здесь появились. Каждому из этих слов соответствует некая тема. Как это про инструменты? Поддержать это про саму суть поддержки, что значит поддерживать. Подростка, собственно, почему подростки и почему мы про них говорим. Выбор, это про процессы выбора и почему в нем непросто. Ну, наконец, профессия, это про, ну, то есть, а почему про профессию вдруг мы здесь собрались поговорить. Прямо сейчас у меня к вам такое предложение. Пожалуйста, внутри чатика напишите цифру или цифры, которые вам кажутся наиболее актуальными для вас, наиболее интересными. Вот про что вам было бы интересно больше всего узнать. Про инструменты, про процесс поддержки, про подростка, про выбор или про профессии. Вижу про инструменты, про профессию, про инструменты, про выбор. Класс! Спасибо большое. Смотрите, презентация построена следующим образом. Я пойду с конца к началу, ага, благодарю, инструменты и, собственно, про профессию. Пойду с конца к началу, то есть профессии к инструментам и постараюсь остановиться на профессиях, на выборе и на инструментах больше. Итак, профессии. Профессию мы выбираем или что-то другое, и вообще зачем? Смотрите, какая штука. За все эти несчетные интервью, которые я и команда провели с родителями, мы поняли простую истину. У каждого родителя есть один вопрос. Кем будет ребенок? Ну, то есть он правда есть. Даже у меня, относительно моего семимесячного карапуза, я задумывался, кто он будет, какой он будет, какую роль он займет в мире. И при этом я это думаю, опираясь на идею, что он точно будет здоров и счастлив. Ну, действительно, вне зависимости от обстоятельств, в России или не в России, директором или рабочим, мы хотим, чтобы ребенок был здоров и счастлив. То есть это правда важно. Настолько важно, что я даже под это сделал отдельный слайд, что вот он будет здоров и счастлив. Здесь есть нюансы. Дело в том, что вот эта вот простая формулировка, которая лежит в основе всего нашего желания относительно ребенка, она оказывается неочевидной. В первую очередь, конечно, для подростков. Это вторая часть нашего общения. Мы же общаемся и с подростками, и с родителями, и с подростками. Так вот, подростки, когда мы начинаем с ними разговаривать, понимая, что твои родители, папа, мама, у них становятся такие большие глаза, и говорят, наверное, да, мы догадывались, но вот они же нам об этом не говорят. В общем, для них это тотально неочевидно. Они не слышат за всеми нашими рекомендациями того, что по сути единственное, что мы хотим, это того самого здоровья и счастья. Но поразительно другое. Часто это не так очевидно и для нас с вами, для родителей. Ну, то есть за всеми инструментами достижения этого самого здоровья и счастья, мы часто забываем цель здоровья и счастья. И это интересно, потому что вопрос, друзья, что же делает нас счастливыми? Именно такой вопрос встал перед нами пять лет назад, когда мы начали готовить наши программы про осознанный выбор профессии, вообще про осознанный выбор. И мы полезли в академические исследования и нашли прекрасное исследование Сони Любомирской. Это одна из именитых позитивных психологов. Она в 2008 году в журнале Science опубликовала большущие исследования. Суть его вот в чем. Если два человека оказываются в схожей ситуации, один чувствует себя хуже в ней, чем другой, менее счастливым себя вы чувствует. Она начала исследовать. Почему? Как так происходит? Оказалось, что на 50% это геннообусловлено. То есть это означает то, что человек чувствует себя более или менее счастливым, в зависимости от того, насколько счастливыми чувствовали себя его родители, папы, мамы, дедушки, бабушки и так далее. То есть это наследуемый фактор. И с одной стороны это звучит страшновато, а с другой стороны, ну на это мы никак не можем повлиять, поэтому оно есть как есть. И вот второе распределение нас, конечно, поразило, потому что 10% это то, что по исследованию называется жизненными обстоятельствами. И здесь это, конечно, взрыв головы, потому что жизненными обстоятельствами в исследовании обозначают объем денег, который человек зарабатывает, страну, в которой живет, семейные отношения представляют, есть у него семейные отношения, нет, здоровье, боже мой, даже они попадают в 10%. Ну то есть если человек более или менее здоров, попадая в одну и ту же ситуацию, он в целом будет чувствовать себя одинаково. Ну что же такое 40%? И вот эти вот 40% это то, с чем мы с вами, о чем хочется сегодня поговорить. Про выбор дела, некой работы, которая будет приносить человеку удовольствие от ее выполнения каждый день. Вот это ядро того, что делает человека счастливым, согласно этим исследованиям. Ну и думаю, что и по личному опыту вы точно так же, как и я, представляете о том, что когда в течение дня вы занимаетесь любимым делом, то, собственно, чувствуете у себя лучше. Классно, когда вы в этом понимаете смысл, то есть вы это делаете ради какого-то результата или великой цели. И как раз наличие цели, конкретной, ощутимой, измеримой, которую вы в конце концов достигнете, добавляет такую вишенку на торте. Таким образом, вот эти три фактора, наличие дела, приносящего удовольствие, смысла в этом деле и наличие цели, создает ту самую прекрасную цепочку, которая на 40% делает человека более счастливым, чем другой в одинаковой ситуации. Вот. Вдохновленные эти факторы искать инструменты профориентации. И поняли простую штуку. Но ведь нам, каждому из вас, нравится делать, мы получаем удовольствие от супер разных вещей. Ну, то есть, кому-то нравится готовить. Окей. Кому-то нравится книжки читать. Замечательно. Кто-то получает удовольствие от общения с другими людьми. Вообще восторг. И все это остается личным делом каждого ровно до тех пор, пока не знакомится с внешним миром. Потому что, что мы называем работой? Это некая деятельность, которую мы делаем, и нам, в общем, за нее деньги платят. Потому что сейчас мы живем в некой такой экономической, социально-экономической формации, в которой каждый из нас, есть источники дохода разные, ну, в общем, основной источник дохода для большинства людей – это труд. Мы что-то делаем, нам за это платят. Соответственно, получается то, что вся работа, она откликается на некие боли, запросы мира. Вот у мира что-то сломалось, или миру нужна какая-то конкретная поддержка. Вот, собственно, если ты обладаешь знаниями, навыками, умениями эти проблемы решать, то ты востребован. Если ты не умеешь, то ты не востребован. Или если у мира нет запроса на то, что ты умеешь, это тоже не востребован. Получается, два простых круга. В одном круге, вокруг милой девочки, те штуки, которые я люблю делать, которые доставляют мне удовольствие, а вокруг мира – те вещи, которые, собственно, миру нужны. И вот на этом самом пересечении возникают штуки, которые склонны стать тем самым призванием, делом жизни, и вот эти вот все красивые слова. Вот такой вот простейший, на самом деле, инструмент. Стоит нам туда попасть, и, в общем, жизнь наша будет прекрасна. И, ну, согласитесь, каждый из нас так или иначе пробует помочь ребенку из его интересов найти что-то применимое к реальной жизни. Ну, то есть, вот игра в Майнкрафт вроде бы как-то странно применима к запросам реального мира. Игра в Доту тоже как-то странно применима. Кажется, мне, вам, возможно. А вот, я не знаю, умение считать финансовые модели – понятный запрос. Умение вести вебинары – понятный запрос. Ну, и так далее. И вот мы как будто бы туда двигаем ребенка. И тут вот возникает какой нюанс. Буквально недавно собирал вот эту подборку. Для чего? Для того, чтобы проиллюстрировать свою и вообще командную нашу озабоченность про мир. Точнее, про то, насколько хорошо мы на самом деле его знаем. И даже точнее, насколько мы знаем, что ему на самом деле надо. На что на самом деле у мира есть запрос. Ну, вот ради примера. Вот там, где статья с портала Хайтек, банк ING, крупный банк, он решил сократить колоссальное количество людей, 5800 человек, для того, чтобы всю их работу заменить алгоритмом. При этом обратите внимание на какая штука. Для того, чтобы 5800 человек сократить, они потратят на выплаты больше миллиарда долларов. При этом еще больше 800 миллионов они инвестируют в создание новой вот этой вот инфраструктуры. И все это действие окупится, по их прогнозу, за два с половиной года. То есть они будут экономить на людях 900 миллионов долларов каждый год. Фантастик. Просто фантастик. Ну, то есть, какие же работы они будут сокращать? Это юристы, это... Ну, то есть, очень разные работы. Что у нас в правой части? Вот видите, наверху робот и внизу робот. Наверху вполне реальная пиццерия в Штатах, где робот помогает реальному повару готовить, а внизу робот, который собирает здание. Ну, то есть, смотрите, какая интересная штука. Поточная работа повара становится менее востребованной, поточная работа строителя, как будто бы становится менее востребованной. И так далее, и так далее, и так далее. Количество автоматизированных задач становится все больше. И если кажется, что только работа, которая выполняется просто руками, может быть автоматизирована, я вас вынужден огорчить, разочаровать или, наоборот, порадовать, потому что автоматизируется очень широкий спектр деятельности. Музыку пишет электронный, пишет нейронная сеть, данные умеет анализировать, нейронная сеть, картины рисовать. Ну, то есть, очень многие-многие штуки. И это я к чему? Это я к тому, что даже люди, которые профессионально занимаются прогнозом, которые говорят о том, что есть, конечно, некоторые тренды, но точных прогнозов делать очень трудно не делать, какие-то точные прогнозы. Зато можно с уверенностью сказать, что человек, который следует за собственным интересом, скорее всего, разовьется в этом интересе достаточно, чтобы быть интересным, рынку труда. И даже если человек любит рисовать картины и все картины мира будут рисовать нейронные сети, конкретно один или сто или тысячи человек, которые делают это с душой, любя и развивая свое мастерство, будут востребованы. Такая вот простая логика, к которой мы придерживаемся. Кстати, подтвержденная множеством примеров, странных дел, которые делают люди и становятся высокооплачиваемыми профессионалами в итоге. Вот такая вот условия. Это не значит, что нужно срочно браться за снегоступы и начинать на снегу рисовать картинки ногами. Хотя единственный человек, которому платят за эти деньги, забронирован на несколько лет вперед. Повод задуматься. Вот. Я с первой частью про профессии, про сложность и про счастье сейчас хочу завершить и перейти к следующему блоку про выбор. И если у вас прямо сейчас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Если у вас прямо сейчас не возникло вопросов, это классно. Поставьте тогда в чатике плюсик и будем двигаться дальше. Ага, благодарю. Спасибо, Галина, Любовь, Ксения, Ирина. Хорошо. Договорились. Всегда будет возможность задать вопрос еще по завершении всего этого нашего действия сегодня. Но просто если есть что-то, что беспокоит прямо сейчас, я бы с радостью и сейчас ответил. Ну, что ж, двигаемся дальше. Итак, выбор. Мы говорим про выбор профессии. То есть не просто про профессию, а про выбор. Вот. Если с профессиями будущего тумана, зачем привязываться именно к профессии? Слушайте, ну, мы привязываемся к профессии, мы на самом деле не привязываемся к профессии, мы привязываемся к навыку выбора. Потому что выбирать действительно важно, поформировать ответственный подход к жизни важно. А профессия – это скорее некий предмет, то есть изучать теорию в каком-то такого сферического коня в вакууме очень трудно, и для этого подходит только один из нескольких типов познания. А когда мы разбираем конкретный предмет, например, выбор вуза или выбор профессии, то, ну, тем более, с ним связано достаточно большое социальное напряжение, много боли там, то через это, на этом примере, можно разобрать и всю модель выбора целиком. Вот. Поэтому мы привязываемся скорее к выбору дела. Не профессии, а дела. Как к предмету. Ну, можно привязываться и к любому другому предмету, например, к выбору одежды. Но там просто меньше энергии обычно у людей, потому что, ну, что там выбрал одежду, а здесь дело же выбирают. Да-да-да, дело интересное. Внутри наших программ именно дело интересное. Профессия – это термин, которым обычно мы привыкли оперировать люди. Если там персонально про меня, я верю, что профессия как термин вымрет в ближайшие 7-10 лет, потому что сборка навыков в конкретную профессию или там специальность в вузе, она все становится дальше и дальше от реальности, и ценным становится конкретный набор навыков, которым обладает человек. Уникальный набор навыков. Потому что рисует лыжами, да, нет, снегоступами. Он выступывает по картинке, по компасу, да, очень такая специфическая профессия. Если вы смотрели фильм «Он дракон» или «Я дракон», как в российском кинопроме называется эта картина, это вначале такой дракон на снегу огромный. Вот он, например, его рисовал. Здесь такой был товарищ. Вот, двигаемся дальше. Выбор. Здесь на самом деле вопрос, ну то есть, и когда мы выбираем, мы как homo sapiens, как человек вообще, что мы выбираем, и главное как. Вот целые пачки исследований люди выбирают то, что в какой-то перспективе сделает их более счастливыми. Я так это перефоказирую. Говорю про в какой-то перспективе, потому что часть людей склонна выбирать счастье сейчас, часть людей склонна выбирать счастье в удаленной перспективе, но так или иначе это про почувствовать себя более счастливым, чем я есть сейчас. И тут ведь вот какая штука. Каждый из нас, в целом-то, может выбирать только из того, что он видит. Видим мы подсолнух, мы будем выбирать подсолнух. Увидим солнце, сможем выбрать солнце. А если не видим солнце, то мы не сможем выбрать солнце, потому что видим только подсолнух. И это вот та штука, на которой мне хочется отдельно остановиться, потому что когда мы что-то выбираем, нам кажется, что мы принимаем максимально рациональное решение. Потому что мы оцениваем текущую ситуацию, принимаем в расчет прошлый опыт. Хотя нам хочется, чтобы результат нашего выбора был полезным, важным, чтобы нам сказать, что мы молодец. Ну и какое-то количество еще факторов принимаем во внимание. Но ключевая проблема с самыми распространенными моделями, по которым выбирают люди, заключается в том, что мы основываемся в первую очередь на прошлом опыте. Что это означает? Если у нас был какой-то опыт взаимодействия с человеком, и потом он нам предлагает войти в новое взаимодействие, мы предполагаем, что новое взаимодействие будет похоже на старый опыт. Или если я раньше покупал Chevrolet, и он был так себе, то значит новые Chevrolet тоже будут, скорее всего, так себе, я попробую себе другую машину. Или если юристы в прошлом опыте, например, из рассказов родителей, или из того периода, когда я учился быть юристом, были востребованы профессии, мы предполагаем, что и сейчас юристы востребованная профессия. И, конечно, как только мы, если люди погружаются в какую-то историю более-менее глубоко, они начинают исследовать текущую ситуацию и говорить, тогда юристы были востребованы, сейчас уже меньше, но это возникает только в тех ситуациях и в тех моментах выбора, в которые мы действительно погружаемся и начинаем их анализировать. Но так устроен человеческий мозг, наш с вами, суперэффективный, энергоэффективный механизм. Любые ситуации, в которых есть какой-то прошлый опыт, мозг приглашает в этих ситуациях принять решение быстро и моментально, опираясь на уже состоявшийся прошлый опыт, который принес положительный или негативный результат. То есть положительный означает повторить, негативный означает ни в коем случае не делай так. И ситуация, если этот опыт был, мозг работает на то, чтобы мы не задумывались над решением сейчас. Поэтому если мы пропускаем ситуацию выбора или пропускаем какую-то идею неосознанно, не осознаем то, что она у нас возникла, скорее всего, гарантированно решение в этой ситуации мы будем принимать в основе, основываясь на прошлом опыте. Именно поэтому, то есть вот это вот свойство, прекрасное, кстати, свойство, это замечательное свойство головного мозга, то, что оно позволяет экономить нам энергию, быстро принимать решения. Уникальное свойство. Но в ситуациях важных выборов оно дает сбой, потому что мы живем с вами в супербыстро меняющемся мире. И есть еще такой акроним VUCA. Volatile, Uncertained, Complexed, Ambiguous. У нас изменчивый, неуверенный, неточный, сложный и противоречивый. Это то, каким образом сейчас описывают ситуацию в мире. Так вот, эта ситуация в мире говорит о том, что если пять лет назад были востребованы, например, программисты на HTML, то прямо и человек зашел учиться на программиста по HTML, то прямо сейчас, выходя из ВУДЗа, та технология, которой он обучался, и тот подход к программированию, которым он обучался все это время, окажется абсолютно невостребованным, потому что язык программирования ушел вперед далеко, он пользуется другими языками. Логика программирования изменилась, мир изменился. И вот такая вот трансформация происходит очень часто. Что это означает для нас с вами, и для модели выбора, и для головного мозга. Это означает то, что привычка решать в опоре на прошлый опыт становится все менее и менее применима к реальной жизни. Все к меньшему и меньшему количеству ситуаций. Все большее количество ситуаций нам нужно анализировать в моменте. Не в прошлую ситуацию, как было, а как есть прямо сейчас. Ну, то есть, прямо сейчас ВУЗ нужен, а почему я так думаю? А прямо сейчас экономическое образование нужно, а почему я так думаю? А прямо сейчас, не знаю, художники или дизайнеры нужны, а почему я так думаю? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, каждое из убеждений, которое у нас успело сформироваться в опоре на прошлый опыт, важно проговаривать и прояснять в текущей ситуации. Вот такой тезис. И что это означает для той модельки, которую мы предлагаем ребятам внутри наших программ, и вам. Мне очень хочется про нее рассказать, потому что она лежит в ядре того, что мы делаем проосознанный выбор. И я считаю, что она применима не только к ситуации выбора ВУЗа и не только для подростков, но и для нас с вами, как для взрослых и состоявшихся людей, она более чем подходит. Это пять шагов. И первый шагов звучит как «Остановись». Он-то самый родимый и помогает нам поставить на паузу вот это вот ракотание прошлых опытов, выдохнуть и не спешить с выводами, когда мы оказались в ситуации, похожей на предыдущую. «Остановиться» означает сделать паузу, кушать твикс и так далее, все вот эти рекламные слоганы. Есть некоторое количество инструментов, которыми мы предлагаем останавливаться на программе, но подойдет любой привычный для вас. Выключить мобильный телефон, выключить музыку, перестать выпасть из коммуникации на несколько минут, часов, дней, принять горячую ванну, сделать что-то, что создаст паузу между ситуацией и ситуацией выбора. Вот этот вот гэп, он необходим. Как только вам показалось, что вы остановились, а проверить это достаточно просто, по внешним вегетативным признакам становятся более теплыми ладони рук, если они были мокренькими, то они перестают быть мокренькими, влажными, замедляется немножко дыхание, и шум в голове из разных идей, мыслей, криков, эмоций становится потише, или кажется, что совсем не стыдно. Вот такое состояние похоже на состояние остановки. Из него мы предлагаем заходить в шаг исследования. Шаг исследования света из двух частей. Первая часть – это исследование про себя, про, окей, а что у меня хорошо получается, окей, а что я уже хочу сейчас, а что мне нравится, и из части исследования тех возможностей, которые есть и в мире прямо сейчас для меня. Третий шаг – выбор. И выбор мы предлагаем делать всегда на определенный срок, то есть не на всю жизнь, а на определенный срок, и в этом только-только спустя это время начать исследовать дальнейшее будущее, как у меня было в предыдущем опыте, после этого отправиться в этот опыт, в этот эксперимент, и, собственно, начать в нем действовать, ну и, наконец, поделиться результатами случившегося опыта. То есть весь осознанный выбор мы упаковываем как постоянный, непрекращающийся эксперимент, игра в эксперимент собственной жизни. Именно такой подход, я верю, является верным и самым эффективным. Что значит поделиться? Поделиться означает, так мы обозначаем шаг рефлексии для подростков, а на самом деле это действительно действие поделиться. Вот случился какой-то опыт. Я долго думал, не знал, какие выбрать мне кроссовки, потом все-таки выбрал на лето кроссовки, купил их, начал в них бегать и понял, что здесь начинается шаг поделиться. О чем я расскажу, соответственно, жене, брату, дневнику или фейсбуку, родителям, неважно, выгружу этот опыт. Я понял, что мне не очень подходит этот цвет, он никак не подходит к экипировке, но производитель, он более чем классный, мне нравится. Некая выгрузка опыта. Причем как положительного, о, случилось и нравится, так и условно провального, когда мы понимаем, что я шел к одному результату, пришел к другому, неважно, какие выводы ты из этого сделал. Вот, это вот, собственно, пятый шаг. После которого, что понятно, следует снова шаг остановить, и следующий цикл. То есть вот такая цикличная, рекуррентная моделька. Вот, пять шагов осознанного. И она, правда, помогает в нашем опыте справляться с ситуациями таких затыков, когда шел, 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 и вдруг куда-то пришел, и мне в нем в этом состоянии некомфортно. Что делать дальше? Пять шагов. Если на этом этапе есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Если нет, то смело можно ставить плюсик и двинемся дальше. Для взрослых, понятно, есть прошлый опыт, семейные подростки не обладали козназмом, к сожалению, не один институт. Слушайте, у подростков, да, вижу плюсики, Наталья, постараюсь сейчас откликнуться. У подростков есть какой-то свой опыт. Он не совпадает с нашим с вами. Он какой-то свой. Да, в смысле, опыта работы точно не дает. Школа не дает. Там, не знаю, вуз не дает. Но это вот как раз наша с вами задача, задача наших программ, задача родителя, зная этот гэп, про то, что опыта реальной жизни у подростков мало, его перекрывать. Собственно, это факт. Все так. При этом у них есть свой какой-то опыт. Опыт коммуникации, опыт постановки достижения целей, опыт, я не знаю, обучения, построения отношений и так далее. Нужно менять школьную программу. Любовь. Ну, да, это программа максимумная. Было бы классно. Прилагаю двигаться дальше. Слушайте, следующий блок про подростков, прям быстро пройду. Там есть несколько инсайтов. И несколько слайдов я не покажу, потому что они не так сейчас важны, а инсайты, ну, и потом эта презентация все равно будет у вас в рассылке, вы сможете наверняка посмотреть. Так что, вот. Итак, первый инсайт. Вот смотрите, есть подросток, и он какой-то есть, прямо сейчас, ему 10, 12, 13, 15, сколько-то лет. И есть все то, что мы успели, что мы о нем думаем. Что он быстрый, медленный, умный, классный, глупый, усидчивый, неусидчивый, классно знает английский, плохо знает английский, умеет общаться с друзьями, плохо общается с взрослыми, меня уважает, меня не уважает. Ну, то есть, есть он какой-то, а есть то, что мы о нем думаем. Так вот, нюанс в том, что то, какой подросток есть в реальности, это важно, но потому что это реально. А то, что мы о нем думаем, или привыкли думать, или они классные, да-да-да. Это на самом деле не так важно, потому что это все происходит у нас в голове. Приведу пример. К нам регулярно приходят родители, множество родителей, и мы общаемся с детьми, с подростками, с подростками, с родителями, и вот приходят родители рассказывать слезную историю, что вот, дочка, непонятно, что делать, что из нее получится, вообще она разгильдя, непонятно, вообще непонятно. В общем, ничего про дочку, все плохо. Общаемся с дочкой и узнаем то, что девочка 7 лет занимается художественной гимнастикой, у нее свободный английский, и вообще она собирается поступать в британскую школу, а еще у нее канал на ютюбе, в котором сто пятьсот тысяч подписчиков, которые она регулярно ведет. И понимаем то, что видим какие-то две, ну, то есть тотально нестыкующиеся картинки. С одной стороны, мама, которая говорит о том, что подросток провал, а с другой стороны, подросток, которого я бы оценил, как, ну, вообще суперкрутого, со своими целями, интересами, задачами, развитием, все, ок. И вот, такой мисмэч, когда картинка родителя о подростке не сильно соответствует тому, что мы видим в подростке, когда просто начинаем его исследовать, происходит сплошь и рядом. И есть у меня и гипотеза, то, что если вы вернетесь домой к своему подростку и без идей в голове о том, каким он должен быть, или без идей в голове о том, что вы же его знаете все последние 15, 14, 13, сколько-то лет, просто начнете его исследовать, вот, дорогой друг, а что тебе интересно, что это за музыка, почему ты в нее играешь, не оценивая, вы откроете о своем ребенке в море новой информации. Помимо того, что это даст возможность вам стать ближе, что важно, это откроет вам море новой информации. Вот такая вот история. Это фантастическое совершенно открытие, ну, то есть мы в него, мы его точно используем. Так вот, почему мы работаем с подростками? Мы работаем с подростками, потому что подростки перестраивают этот момент, свою модель поведения с миром, и именно в возрасте, в период пубертапа есть шанс выбросить в них идеи и навыки, которые потом встроятся во взрослой жизни. Именно поэтому мы с ними работаем и вам того желаем. Предлагаем с ними работать более активно. Есть 4 задачки, через которые проходит подросток, которые ему важно решить. Вот, смотрите, подростковый возраст начинается по гормональному выбросу, а заканчивается по решению этих 4 задачек. Когда человек в моменте умеет отвечать на вопрос «Окей, а кто я и какое мое место в мире?» Второе, когда он умеет обозначать собственные границы и понимать «Вот это я, вот это не я, это другой человек». Когда он через эту границу научается строить отношения с другим человеком, ну и, наконец, когда он научается структурировать и планировать собственное время. 4 задачи. Научился решить класс, ты взрослый, не научился решать класс, ты все еще решаешь подростковые задачи. Я не все решил, ну, то есть, откровенно говоря. И огромное количество людей никак и не решили все эти 4 задачки, так, чтобы у них было нормально, чтобы ты задержишь человеку вопрос, другой друг, а кто ты и чем ты занимаешься? И человек бы не подвисал на час. Или, когда ты обсуждаешь зарплату, чтобы это не было так болезненно, и чтобы люди все-таки как-то спокойно оценивали свой труд. А это как раз про границы. Ну, может быть, людям в отношениях будет комфортно, ну и так далее. Это все задачи, с которыми подросток разбирается в этом самом периоде. Вот. Вот это вот я, пожалуй, пропущу, потому что, ну, потому что время уже 19.55, а мне хочется еще много вам рассказать, а это не так важно. Есть какие-то вопросы в текущем моменте про подростков? Если да, пишите, если нет, ставьте плюсик, введемся дальше. Класс, плюсик, спасибо. Плюсики. Следующий блок, про который я хочу рассказать, это про поддержку. Что мы называем поддержкой, что мы называем не поддержкой и вообще. Смотрите, какая тема. Когда мы говорим про поддержку, мы просто полезли в словарь Ожегова и посмотрели, окей, а что это поддержка? Оказалось, что поддержка это когда ты кому-то помогаешь и это значит, что ты содействуешь, способствуешь чьей-то деятельности. Это значит, что вот он делает, а ты рядом, и ты ему помогаешь, а он делает, ответственность его, а ты рядом, а он делает. И это разные люди и разные зоны ответственности. Ответственность за результат, она где-то здесь, и это тот человек, который делает, выбирает, идет по жизни. А здесь история про того, кто поддерживает. То есть на нем ответственности за результат этого человека нету. Недоважно. Потому что поддержка, она про то, чтобы он сделал. Ну, это же очевидно. Но при этом в контексте всех наших общений, всех моих общений с родителями, в общем, это боль. В общем, подростки будут ошибаться, у них будут косяки, они будут неправильно строить отношения. Ну, мы с вами все в порядке, выжили. У них точно так же. Но вот этот вот страх, то, что ребенок ошибится, он, в общем, убивает всякий здравый смысл. И в итоге родители часто начинают делать все за ребенка. Это одна крайность. и нести всю ответственность за подростка. Одна крайность. А с другой стороны, целиком скидывают это на него и говорят, ты, друг, взрослый, разбирайся. И ребенок тонет под эту ответственность. Рядом. Рядом. Но при этом, в общем, ответственность не имеет. Такая простая штука. И мне очень нравится метафора про шарик. Мне кажется, что поддержка и, как и любой контакт, единственный инструмент, друзья, в который мы можем дать, оказать поддержку, не материальную, а ту самую живую, которая, да, про контакт и про результат. Это поддержка в общении, в контакте. Не в смысле в социальной сети, а когда глаза в глаза и так далее. Так вот, поддержка очень похожа по мне на игру в мяч. Любую. Болейбольный, баскетбольный, футбольный. Представьте себе, что вот есть мячик, его можно же так по-разному бросить, кинуть, швырнуть, так, чтобы человеку в голову попало и мы поехали в травмпункт. Либо, чтобы по пальцам попало и что-нибудь сломало. Либо, чтобы вообще не видел, а потом повернулся и по лицу. И вот, единственное, что нужно, чтобы этот бросок состоялся таким образом, чтобы другой человек поймал этот мяч в поддержке, это тот самый контакт глазами. Когда ты видишь то, что я бросаю, я вижу, что ты готов принять мячик и в этот момент я бросаю. С поддержкой точно так же. Контакт это базовое условие для того, чтобы случилась поддержка. Без этого контакта не происходит поддержка. И вот дальше можно биться сколько угодно, но в нашем опыте только так. Вот. Смотрите, какая штука. Дальше я по шагам прохожу, делюсь инструментом Диана Стерлинг. У нее есть прекрасная книжка, называется Parent as a Coach approach. То есть родители как коуч для своего ребенка, для своего подростка. Восхитительная книжка. Если есть возможность, пожалуйста, прочитайте ее. Диана рассказывает про то, что со стороны подростка по отношению к родителю есть несколько последовательных запросов. Вначале на уважение, потом на слышание. То есть как это звучит? Дорогой родитель, я хочу, чтобы ты меня уважал. Дорогой родитель, я хочу, чтобы ты меня слышал. Дорогой родитель, я хочу, чтобы ты меня понимал. Я хочу, чтобы ты меня ценил. Я хочу, чтобы ты меня поддерживал. После этого я буду брать на себя ответственность и стану независимым. Вот так вот последовательно. И она работает как в одну сторону, так и в другую. То есть если вам кажется, что подросток не берет на себя ответственность, это означает, что есть какая-то проблема с предыдущим шагом. Он не чувствует ценности своей, вашей поддержки, понимания, слышания, уважения и так далее. Если вам кажется, что он вас не слышит, класс, значит он не чувствует ответственность, уважение. Вот такая вот модель. Она прекрасно работает в нашем опыте, как отче наш. Я пропущу здесь несколько слайдов, которые были посвящены как раз этому этапу. Но в итоге презентации вы точно это видите. Как сейчас. Если есть вопросы про поддержку, задайте. Либо плюсик, двигаемся дальше. Любовь, благодарю. Ксения. Даяна Стерлинг. Даяна Стерлинг. Родители как коуч. Parent as a coach approach. Ага. Очень рекомендую, по-моему. Ну, прям очень полезно. Класс. Смотрите, про инструменты. Здесь я буду краток, а потом расскажу про то, что мы еще предлагаем, можно сделать. Смотрите, во-первых, я исхожу из того, что ни одного взрослого человека, подросток по способу обучения, уже гарантированно взрослый, к нему применимы инструменты андрогогики, а не педагогики. Педагогика обучения детей, андрогогика обучения взрослых. Он про андрогогику. И это означает то, что его невозможно научить. Он может научиться. А для этого ему нужно выбрать, чему учиться. Таким образом, единственное, что мы можем сделать, это повлиять на свой собственный образ жизни, на свой собственный образ взаимодействия, через который ребенок поймет, что он хочет сделать. Поэтому любую ту ситуацию, в которой оказался ребенок, вы напрямую изменить не сможете. Вы сможете изменить ее, только изменив свое отношение к нему, то есть себя, свой опыт с ним взаимодействия. А он подстроится, переймет эту модель и сделает что-то. Что касается шагов. Конечно, я предложу пройтись по пяти шагам осознанного выбора. И первый шаг, если вы оказались в какой-то ситуации, в которой вам кажется, что вам срочно нужно в нее вовлечься и происходит какая-то большая проблема, пожалуйста, остановитесь. Но смотрите, если вы увидели проблему гарантированно, ни одним из прошлых методов ее не исправить, потому что, скорее всего, все предыдущие вы уже попробовали, известные вам методы. И они не сработали. Поэтому сделайте паузу, выдохните, расслабьтесь и порадуйтесь. О, классно! Вы обнаружили проблему, теперь с ней можно что-то делать. Но у меня нет, наверное. И в этот момент наступает шаг 2. Когда вы сделали паузу, выдохнули, расслабились, порадовались тому, что обнаружили новую какую-то проблему и задачку, можно начинать исследовать. И начинать лучше с себя. Вот то, что я называю проблемой. Что именно происходит прямо сейчас? Ну, правда. Дочка хочет уйти на тусовку к подруге и переночевать там. Класс. Что именно происходит? Дочка просит меня возможности переночевать у подруги, которая живет в соседнем районе, потому что они придут туда после тусовки. Класс. В чем проблема? Что именно беспокоит? Беспокоит то, что вдруг на нее нападут где-то на тусовки. Чем они там будут заниматься у подруги и вообще дойдут ли они до подруги, ну и так далее. Что-то беспокоит. Что есть вообще хорошего в этом всем? Дочка выросла, ей интересны тусовки, и она даже придумала вариант, как сделать так, чтобы я не сильно беспокоился или беспокоилась. Она придумала, что она будет ничевать у подруги. Классная дочка. И второй шанс. Второй шаг. Окей, а какие есть возможности это решить? Самый простой. Дочка никуда не идет. Но это как-то не решение проблемы, это просто отказ. А что можно сделать? А дальше начинаются варианты. Можно подвести дочку от тусовки до дома. Можно сходить с дочкой на тусовку, а она потом доберется до дома. Можно созвониться с мамой подростка, к которой идет дочка, и сделать так, чтобы она забрала ее с тусовки. Ну и так далее. Возникает некое поле возможностей, в котором вы решаете некую задачку. То есть в тот момент, когда вы останавливаетесь и позволяете себе убрать поле эмоциональное вот этого всего страха, боязни, и просто начинаете исследовать проблем, а что правда происходит? И чего правда вы боитесь? Какие правды есть возможности в конкретно этой ситуации? Не вообще по телевизору показывают, не вообще в вашем опыте было, а прямо сейчас что происходит? И прямо сейчас какая ситуация, какой город, какой район, какая тусовка, сколько времени, что конкретно происходит? В этот момент возникает поле возможностей. Какой шаг вы выберете, то есть какой инструмент вы выберете, я не знаю. Потому что я не знаю конкретную ситуацию. Но это и не важно, потому что я верю, что вы в это вовлечены сильно больше, чем я. И вы сильно лучшие родители для своего подростка, чем я. И вы точно выберете лучшее из доступного, потому что люди всегда выбирают лучшее из доступного. Просто чтобы для вас стало доступно что-то большее, чем просто отказ, первые два шага вам точно помогут. И вот смотрите, чем бы мне хотелось этот этап завершить, перед тем, как я расскажу вам про мое предложение, потому что оно у меня для вас есть сегодня. Мне кажется, оно классное. Мне хочется сказать вам, что вы правда лучший родитель для своего ребенка. Ну правда. Расслабьтесь и получайте удовольствие от этого процесса. Он уникальный. Есть одно длинное исследование, лонгитюдное, по которому сравнивали два типа родителей. Тех, которые имеют какую-то позицию и вообще по поводу нее не переживают. И есть те, которые постоянно переживают по поводу того, правы они, неправы, сомневаются, доставили ребенку максимум счастья или все-таки не самый максимум. Так вот, оказалось, что в перспективе жизни больше успеха и более счастливыми себя чувствуют дети, родители первого типа. Даже если эти родители оказываются в итоге более авторитарными, это в итоге формирует детей более готовых к жизни, чем родители сомневающиеся. И такая вот странная история. Ну и наконец второе. Мы с вами как-то выжили. Поэтому и ваши дети точно как-то выживут. То есть это не ситуация какой-то проблемы. Они точно выживут. Вопрос, какого результата они добьются. В этом мы можем им помочь. Но ваш ребенок точно справится с жизнью. И вот на этом этапе хочу поделиться вот таким еще одним инсайтом. Мы поняли то, что мы как команда, вот смарт-курс, все наши программы и даже школа, она прекрасна, но она вся в стороне. И первые три года мы активно работали со школами, с подростками и чувствовали себя прекрасно, создавая эти результаты. Но в прошлом году мы поняли, наверное, очевидную, но очень важную вещь. То, что большую часть времени и большую часть влияния на ребенка оказываете вы. И вы та самая ролевая модель, родитель, та самая ролевая модель, которая наиболее влиятельна для ребенка. И внутри этой модели, в подростковом периоде, единственное, что поможет вам продолжить развивать и поддерживать ребенка, это диалог, способность напрямую, честно, без обиняков разговаривать с ребенком. И это, увы, получается далеко не всегда. Из 100% родителей, которые к нам приходят, у 100% есть те или иные проблемы, то есть то, что родители называют проблемами в диалоге с подростком. Он стал какой-то колок, я его перестал понимать, есть какая-то проблема и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы пробовали раньше решать это только сами на наших программах. Сейчас мы сделали большой шаг и мы предлагаем инструменты от смарт-курса родителям. Мы записали несколько компактных видеоуроков, каждые около 10 минут по длительности. В общей сложности 16 видеоуроков, в которые упаковали, вот в том числе часть того, что я сегодня рассказывал, это упоминается в паре уроков. И еще, собственно, 16 полноценных видеоуроков по тому, как выстроить тонкий, глубокий, честный диалог с ребенком практически на любую тему. Все видеоуроки выложены на платформе GetCourse, это лучшая платформа на рынке, которую мы сейчас нашли, самая удобная. И, соответственно, это то, что там есть всегда и к чему всегда можно обратиться. Это такой интерактивный учебник или такой трабл-шутер для разных-разных ситуаций. Смотрите, что там внутри. Во-первых, там небольшой экспресс-курс, похожий на то, что я сегодня рассказывал. Там идет речь про сложности с выбором, которые возникают у ребенка, про механизмы, которые позволяют этот выбор сделать, и про то, как с ним поговорить. И несколько проверочных списков для вас о том, что еще можно сделать или перестать делать, чтобы отношения с ребенком стали более тонкими и честными. И такой проверочный список для подростка по выбору специальности. Прекрасный инструмент, мы его уже проверили на более чем 4,5 тысячах подростков, которые скачали этот чек-лист. Он правда работает. И дальше начинается сама суть, само ядро видеокурса. И первая часть, она про коммуникацию. Это 4 видео, в котором мы рассказываем про позицию вас, как родителя, в этой новой, изменившейся коммуникации. Потому что ребенок перестал быть на 100% прям ребенком. Он стал уже таким почти взрослым. А это другая роль. И с этой ролью нужно начать по-другому взаимодействовать. И про это первая часть. Вторая часть, она, соответственно, непосредственно про выбор. Каждому из пяти шагов осознанного выбора мы записали отдельное видео с инструментами, с упражнениями, которые позволяют в этот шаг погрузиться. Как вам, так и ребенку. Потому что через вас ребенок будет в это погружаться. И, наконец, третья часть, это лайфхаки и бонусы, которыми нам кажется важным поделиться. Как про коммуникационное правило 3 к 1, так и про интеграцию всего предыдущего разрозненного набора знаний. В некую общую модельку. Ну и, наконец, таким бонусом мы добавили два видео с Сабиной Кулиевой. Вы можете посмотреть про нее в интернете. Это удивительный коуч и тренер про отношения в семье с ребенком. С ней мы провели два глубоких интервью, в которых она делится собственным опытом взаимодействия с подростком. Вот такая вот история. Таким образом, что получается в результате видеокурса? Вы точно познакомитесь с ключевыми принципами, которые мы отрабатываем уже на протяжении больше четырех лет по построению доверительных отношений вообще и в семье в частности. По результату вы точно сможете построить диалог и быть услышанным хотя бы раз по поводу осознанного выбора. Я верю, что этот инструмент можно перекладывать и на другие диалоги тоже. Вы еще раз погрузитесь и нет осознанного выбора, сможете им поделиться с ребенком не только через наши программы, но и сами. Ну и, наконец, узнаете, как на практике органично в жизнь своей семьи включить те знания, про которые можно сколько угодно слушать, но непонятно, как их интегрировать. Внутри курса есть два человека, которые вещают. Это, собственно, я. Я партнер команды SmartKurs. В концепции «Пять шагов осознанного выбора» мое детище, мое команды. Мне повезло быть куратором дизайна образовательных программ в Британской высшей школе дизайна. И, собственно, те модели, за счет которых мы собираем дизайн образовательных программ, эти модели мы используем в том числе и в курсе. Поэтому курс действительно эффективный. Ну и, наконец, Сабина Кулеева. Она эксперт, она профессиональный коуч с тучей подтверждения ее квалификации. С ней мы сделали два прекрасных глубинных длинных интервью, в которых рассказываем, в которых Сабина делится ее видением про подростков. Теперь, что касается того, что же про деньги. Смотрите, в базе своей мы этот курс продаем почти за 10 тысяч рублей. 9800 он стоит, если заходите к нам на основной сайт, вы можете это сделать прямо сейчас. Он действительно столько стоит, мы его так продаем. Но поскольку я вот сейчас провел вебинар и поделился с вами уже частью, мы решили сделать специальное предложение. В течение ближайших суток будет действовать специально для вас предложение в 1990 рублей, которые вы можете заплатить и, соответственно, получить доступ к полной версии курса. Прямо сейчас в чат я отправлю... Слушайте, ну, скидка действует 24 часа. Для этого нужно пройти по вот этой вот ссылке. Внизу сайта будет специальное предложение, и вы сможете получить доступ ко всему курсу. Вот, напомню, это 16 видеоуроков, это видео с Сабиной. Внутри зашиты чек-листы, инструкции и дополнительные учебные материалы, по которым вы сможете, собственно, проходить в интерактиве с подростком и двигаться к результату. И все это всего за 1990 рублей в течение ближайших 24 часов. Вот, чем мне хотелось сегодня с вами поделиться. Мне кажется, то, что... Сколько времени нужно на курс? Слушайте, на курс в общей сложности, ну, по моим ощущениям, вот в таком, в естественном режиме, за неделю можно будет пройти целиком, уделяя этому 15-20 минут в день. За неделю вы пройдете вот этот весь цикл. При этом погружение может быть разным. Я думаю, то, что все видеоуроки можно просмотреть за сутки, но здесь вопрос эффективности. Поскольку мы для каждого видео готовим инструкции того, что мы предлагаем вам сделать в реальной жизни с вашим подростком, было бы классно к следующему видео переходить, когда вы это сделали. Но это, как, знаете, с бизнес-книгами. Мы все читаем бизнес-книги, но пропускаем упражнения. Вот здесь я бы рекомендовал не пропускать упражнения, потому что вам же нужен результат, и мы делаем все, чтобы у вас случился результат, более плотный контакт с ребенком. Вот, собственно, так. Так, уверен, что и этот вебинар, и курс, который, я надеюсь, по крайней мере, вы им уделите время, и научит, поможет вам сделать самим осознанный выбор, поможет вам поддержать вашего подростка в осознанном выборе. Есть ли вероятность, что подросток почувствует манипуляцию, пойдет в штыки во время курса? Слушайте, ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть. Здесь нюанс в том, что мы не манипулируем. Мы внутри видеокурса не предлагаем, и как я и сейчас, не предлагаю вам манипулировать ребенком. Я предлагаю быть максимально честным. А честность – это противоположное состояние к манипуляции. И все инструменты, которые мы предлагаем внутри курса, видеокурса, как и, кстати, наших офлайн-программ, они все не про то, чтобы я хочу, чтобы мой ребенок стал банкиром, помогите мне сделать его банкиром. Нет. Мы предлагаем вам узнать и вместе с ребенком пройти этот путь. Кем ты хочешь стать? Как ты хочешь быть счастливым? Что поможет тебе продолжить быть здоровым? И через такой честный диалог дойти до результата. То есть это вот такая коммуникация, это совсем не про манипуляцию. Есть ли вероятность то, что подросток и в такой коммуникации пойдет в штуки? Да. И с этим мы помогаем справляться в том числе внутри видеокурса. Какие у нас есть еще программы? Слушайте, ну у нас, прямо сейчас летом у нас проходит система выбор. Это наш основной пятинедельный курс, пятинедельная программа, в которой мы помогаем ребенку и родителю разобраться с выбором и пройти через пять шагов. Но это курс, в первую очередь, для подростков, для родителей мы ведем поддерживающий трек. И помимо этого, летом же мы проводим специальные интенсивы по целой пачке мягких навыков, финансовой грамотности, эмоциональный интеллект, коммуникации, целеполагания. Все то, на что часто не хватает времени во время учебы. Мы собирали запросы на протяжении практически всего прошлого года и вот, в общем, сделали эти программы. Территориально мы находимся, если физически, в Москве, на Садовнической улице, это Балчук, остров Балчук. Ну, адрес у нас есть на сайте, Садовническая улица, 76-71, строение 1. У нас прекрасный офис, здесь все и проходит. Спасибо вам большое за внимание. Я приглашаю вас еще раз зайти, посмотреть на видеокурс. Посмотрите, пожалуйста, что мы там предлагаем и какие там есть внутри. Может быть, что-то вам покажется там непонятным. Я пока здесь могу ответить на ваши вопросы в реальном времени. Если у вас остались какие-то вопросы по вебинару, я все еще могу на них ответить. Он есть, наверное, тысяча целых пять минут. Через сколько времени должен быть доступ? Слушайте, обычно доступ приходит в течение 30 минут-часа. Но если вдруг он не пришел, то напишите, пожалуйста, нам на почту, и мы, в общем, с этим моментом справимся. Это обычно работает. Есть у нас офис в Екатеринбурге. Слушайте, мы развиваемся по модели обучения специалистов. Это означает то, что у нас есть наш собственный офис в Москве, есть обычные специалисты. А по поводу Екатеринбурга, слушайте, я прямо сейчас, мне сложно сказать, мне нужно открывать базу партнеров. Но велика вероятность, что есть, но я сейчас так вот не скажу, наверное. Смотрите, у нас... Да, есть. Да, есть. Смотрите, я пришлю вам, пожалуй, ссылку. При этом наши партнеры проводят... Часть нашей программы называется «Осознанный выбор профессии». Это двунемный тренинг. Ну, соответственно, вот. Но в большом количестве городов. Если есть запрос сделать это в ближайшее время, предлагают сделать в ближайшее время, пройти, погрузиться в наши программы, таким инсайтом поделюсь. С сентября нас ожидает глобальная трансформация, глобальные изменения. Многие продукты изменятся. Не столько продукты, сколько ценообразование и сам подход к продуктам. Так, про летние курсы, где можно посмотреть? Про летние курсы вот здесь можно посмотреть, пожалуйста. Почему-то и ссылки. А у интенсивов и основной программы разное содержание. Основная программа целиком про осознанный выбор. То есть это пятинедельный курс, который посвящен тому, чтобы ребенок протестировал одну конкретную гипотезу и, собственно, принял по этому поводу решение. Там много индивидуальной работы с наставником. Интенсивы посвящены мягким навыкам. Там есть, в том числе, интенсив по осознанному выбору, но он один из семи. И он действительно похож. Там меньше глубокая индивидуальная работа, это скорее такое погружение. Что касается остальных шести курсов, то это, собственно, шесть других полноценных интенсивов по эмоциональному интеллекту. То есть они практически не дублируются с основной программой. Вот. Надеюсь, ответил. Если у вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите нам в Facebook, пишите нам на почту. Мы стараемся реагировать в течение нескольких часов-суток. Иногда бывает чуть дольше. Но мы точно всегда реагируем. В Facebook обычно быстрее. Желаю вам удачи. Пусть ваш выбор будет осознанным. Пусть ваш ребенок, подросток делает осознанный выбор. Хорошего дня. Счастливо. И удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...